Сказ о царе Андрейке и Жане его Марфуте. Это такой ник, друзья. Вячеслав, вопрос может не к этому видео, но все же меня поразило, как что вы часто прописываете задний план картины с уже написанным передним. Расскажите об этом. Я хоть и не опытный художник, но ходил на разные мастер-классы с таким приемом. Не сталкивался. Спасибо большое. Сказ о царе Андрейке и Жане его Марфуте. И вам, друзья, за то, что вы смотрите канал и нажимаете там, в конце концов. Все птицы об этом только и кричат. В журнале отметьтесь просто и поделитесь с друзьями, если это интересно. Ну что ж, сказ будем коротко. Сказ об Андрейке и Жане его Марфуте. Очень коротко. Масляная живопись, на мой взгляд, чем интересна? Тем, что без разницы с чего начать. Передний план, задний план. Все перемешано. Можно начать, например, с сока. Врачи рекомендуют. А потом уже мясо, например. Чтобы запустить процесс. То есть надо прокрыть сначала какие-то основные массы заложить в мотиве. Ну, видим задний план света. У-у-у, заложили. Видим тут что-то темное с дерева. Но можно и наоборот. Заложить сначала темное, потом это. И вот по этому темному пробить кусочки. Тын-тын-тын-тын-тын. Где там свет пробивает. Тем планом, который сзади. Это будет очень красиво. Вот, например, здесь написал темный кусок. Много. И пробил этот кусочек. Светлый вот этим планом, который там. И все. Вот эти вот пробилочки, вот эти вот, вот через кипарис. То, что там. Там вверху небо будет пробито. А здесь будет пробито вот то, что сзади. Крамской называл жемчужиной. То есть тык-тык-тык-тык-тык-тык. Жемчужина. Но надо попасть в тон. Вот и все. Что тут еще рассказывать? Все очень просто и очень красиво. Тон – это светлота. А что сначала, что потом? Без разницы, на мой взгляд. Спасибо большое за вопрос. Друзья, заходите в школу онлайн. Там постоянные дополняются уроки, видео, которые я выпускаю. Посмотрите, пролистайте. Ну и не забывайте, первые, тринадцатые, он очень хороши. Такие базовые понятия. Фактически теория того, как художник видит. Как у него настроен глаз. Что такое композиция в моем представлении. Первые, тринадцатые. Заходите, ссылка сейчас появится. Или под каждым видео. www.online-karolenkov.art Ну и на сайт приглашаю. У меня два сайта. Один сайт школы, а другой – картины. Мои работы и различные события, которые намечаются, там всегда отражаются. Так что жду вас на обоих сайтах. Вопрос. Есть давние картины Татьяны Чайкина, в которых я со временем увидела недочеты и ошибки. Они хороши для неискушенного зрителя. Но я-то подросла и вижу ошибки. Исправлять, оставить – вот в чем вопрос. Я исправляю, Татьяна. Мне не дают близкие. Говорят, что ты же подарил. Ну, раз подарил, конечно. Но если не подарил, то беру и пишу. Картина может писаться несколько лет, потому что мы растем. Абсолютно с вами согласен. Ну, как можно тогда на нее смотреть? Вот я тогда уже не могу на нее смотреть. Потому что я вижу недочеты. И лучше ее уберите тогда, раз вы не даете мне пописать. Исправить ее. Ну, слова. Вы, например, пишете стихотворение, и с ошибками написаны какие-то слова. Запятые не поставлены. Ну, что же, вы не исправите, что ли? А вот уже как бы, да, фоксимилие такое вот. Авторские такие слова. Авторские. Ну, это же ерунда полная. Ошибки, мне кажется, надо исправлять. Понятно, что можно убить работу, но я не могу остановиться. Я просто не смогу на работу смотреть, если она с ошибками. Глаз цепляется, и все, она уже просто неполноценна для меня. Не могу видеть ее. Тогда убрать ее в чулан куда-нибудь и забыть написать новую. Вам решать. Спасибо большое. Вы не забывайте, друзья, отмечаться в журнале. Это вот вопрос вопросов. Надо его просто решить. Ну, не забывайте все. Каждое видео тык какую-нибудь кнопку, любую причем. Ну, главное, в компьютер хотя бы попасть пальцем. Не мимо. Не в салат. Ну, сон. Хан, Хан. Слава, привет. Порой мне кажется, что я человек с бронепоезда. Когда тебя слушаешь, все понятно так просто. Но когда приступаешь к работе, берет верх над холодным рассудком и одолевает всякая мишура, детали, цвета, форма, структура, количество деталек, куда че сдвигать. И это все как долбанет по мозгу, что потом ты уже заложник этой мишуры. И отмечаешь только ошибки. Тут не попал, там затемнил. Я только о себе. Знаю тебя давно. Всегда помню твои простые слова. С каждым разом убеждаюсь, что это один из самых важных моментов. Записал, повесил на стену, чтобы было перед глазами. Повторил и начал бороться сам с собой. Через некоторое время все приходит в порядок. И, о, супер, ты такой подход правильный. Да-да, это работает однозначно. Так просто и так важно. Респект тебе, спасибо, жму руку. Ну, я согласен, хан-хан. Просто работу я веду таким образом, что сначала взгляд такой, распустить глаз, говорили еще передвижники. Такой в расфокусе смотришь, чтобы замесить все большими кусками, большими массами. Игнорируя детали. Более того, стоит там какое-то дерево, а другое мешает. Ты предпочитаешь. Всегда себя спрашиваю еще на стенке, напишите, хан-хан. Предпочитать и сравнивать. Ты от предпочтения исходишь. Значит, большие пятна заложил, а потом смотришь. А вот это, листва там или дерево, какой-то кусок, он укладывается в твое ощущение композиции этого мотива. Или его можно игнорировать. Он усилен. Ведь у нас в холсте не должно быть перебора в деталях. Вот если их много, ну это как, я не знаю, вот нацепит девушка там сережку и колечко. Ну, хорошо. Но если она начнет везде утыковать эти колечки, это будет перебор еще в носу и, я не знаю, в губе, в бровях. Ну, по мне это перебор. Может быть, кому-то это как раз и нормально. Ну, вот человек, мера всех вещей, да, процесс. Мера нужна. Или, например, можно же одну, один бокальчик вина выпить перед ужином. А можно наклюкаться, как я вчера. И очень тогда перебор будет. Дыхание тогда вот. Такой дракона получается вместо чистого. Храп. Ну, в общем, я предлагаю, друзья, по крайней мере, в нашей-то палате, мы же знаем, что нужно избавляться от деталей и писать общо. В конце концов, ну, написал ты много деталей, возьми широкую кисть, да и обобщи все это. Обобщение – очень важный момент. Посмотрите на работу того же любимого Фешина. Да, все в деталях где-то, а потом берет широкая кисть и обобщает. И все сразу связывается. Уникально. Ну, не забывайте, друзья, про школу мою и про сайт. Заходите в гости, и там уроки всякие, видео есть, и картины посмотрите на сайте. Два сайта. Один школьный, другой вольный. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!